Привет, друг! С тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet Server GTA 5, всё как всегда, и сегодня вместе с тобой подведём итоги хеллоуинского обновления, сколько мы заработали, как это всё было устроено и вообще цены на маски. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем! А перед началом данного ролика хотел бы вам порекомендовать канал начинающего ютубера Рафа. Человек старается над контентом и снимает видео на самые разные темы из мира серверов и не только. Давайте подпишемся на его канал, поскольку для него аудитория очень важна и даёт дикую мотивацию для улучшения своего контента. Тем более у него сейчас на канале проходит конкурс на большое количество призов, можешь поучаствовать в что-то выиграть, но ссылочку на него я оставлю в описании ролика. Парень собирает маленькую семью в большом мире GTA. 31 октября на сервер вводят новые обновления, где есть такая маленькая строчечка. Запущен временный инвент на Хэллоуин. С фермерской лицензией можно добывать тыквы в центре Лос-Антоса, чтобы продать их по очень выгодной цене. Возможен очень странный и крайне редкий дроп. Эти тыквы это как ресурсы ты мог собирать в центре Лос-Антоса. Кто ещё не видел мой прошлый ролик с обновлением, ссылочка на него будет в описании ролика. Мы там знакомились с этим всем, можете зайти в принципе посмотреть. Мы приезжали в центр Лос-Антоса, покупали кирку за 666 рублей и начинали добывать ресурсы. В этот момент, когда ты добываешь ресурсы, очень кстати быстро добиваешь ресурсы, ты можешь выловить там либо какой-то другой лут, как не выпадали там металлолом, раки, картошка, доски тебе могут выпасть. Также тебе могут выпасть маски. Всего есть, там я не помню, вроде 6 разновидностей масок. Это тыква, тыква тёмная, тыква зелёная, также старые зомби, как на него говорят ещё дед, старые зомби просто, старые зомби синие, старые зомби зелёный. Ну и кто лутал знает, что этот дроп прям очень редкий, и чтобы достать какую-то маску, прям нужно посидеть очень много времени, прям очень. Я сидел около 5-8 часов. Вообще-то система с тыквами вообще просто поменяла систему с лутом, потому что игроки стали типа добрее. Они отдавали свои вандуры с тыквами, чтобы их сдавали, ездили бесплатно просто, чтобы убирали, также уничтожали эти тыквы. Всё, но не сдавать ездили. А, кстати, сдавать. Сдавать мы могли поехать на кладбище к там одному деду, либо к кукле, не знаю, там гробу, типа приходим и сдаём. Одна тыква 500 рублей, стакается только по одной штучке. Где-то за вандуру ты мог получить 150 тысяч рублей. Поэтому можно было ещё заработать на тыквах, но пока ты туда приедешь, пока поставишь тачку, а там ещё очень плохо с заездом, там нету мед. Короче, это сплошной геморрой. Либо спрашивали, кому забить вандуру. Короче, это был сплошной капец. Ну и все, конечно же, пытались словить маски. Сначала там, давайте для примера возьмём зелёную тыкву, она стоила 200 тысяч, потом 500. Потом, когда я продал спойлер за 500, она стала 700. Потом их покупали уже по ляму, по ляму 100, по ляму 200. Чем больше проходило времени к завершению квеста, тем больше цены были. Ну и, конечно же, квест завершился 1 ноября в 12.00. Поэтому, я думаю, сейчас можно показать всё, что я выбил. Я делал ставки, когда продавал свои маски. Какие маски у меня были? Сейчас вы можете посмотреть. А после этого мы уже посмотрим на новые цены и сколько я всего же заработал. Пацаны, только что стоял, лутал. И это, наверное, ещё ведёт видос. Лутал, уже 131 забил и выбил две маски. Маска старых зомби и маска зелёная тыква. Тыква зелёная стоит где-то 500 тысяч. А дальше будет ещё дороже. Так, посмотреть. Это куда её? А, это маска в маску. Вот эта херня стоит 500 тысяч. Охренеть. Окей, а вот это старые зомби сколько стоят? Ебать. Вот это вообще пушка. Пацаны, нашёлся покупатель на две маски. Продаю по низу рынка, чтобы быстрее продать. У него три семёрки. Е-е-е на 77. Ни хера. Короче, я не скупаю все маски по 500. Буду потом по ляму, по полтора, по два продавать. Вот. Деньги, дома. Подожди. Ага. Наверное, вот так, наверное, да? Бабки сначала. 550. Всё верно? Окей, отъедем. Ага. Ну, короче. Всё, переложил. Всё! Изи бабки, ебать. Маска тыква и маска старой зомби. Вильям Джонс, спасибо за две масочки. Может, потом как-то продам. Так, у меня сейчас скупят штук. Сколько? 11, походит. А, давайте я вам покажу, какие. Вот у меня зелёная, она стоит 2 ляма. Есть ещё маска тыква. Давайте одну уничтожим, типа, чтобы вам показать. Есть обычная маска старой зомби. Вот. Такая же, только белая есть. Старый дед, вот. Также есть... Так, можно посмотреть инвентарь. Так, маску старый дед. А нет. Маска тыква есть. Вот такая вот есть. У меня такая зелёная была, рыжая теперь есть. И ещё у меня есть такая же, только маска тыква тёмная. Где? Маска тыква, маска тыква тёмная. Вот. Вот так она выглядит. В принципе, это все. Сейчас будем продавать маску тыква тёмную. Ещё 5 обычных и 5 дедов. Короче, Кирилл Браунов. 233 уровень. Предлагают. Он, походу, что-то шарит в масках. Поэтому сейчас мне 300 тысяч прилетает за 11 масок. Продаю, наверное, дёшево. Ну, посрать. Я там тысяч 40 тысяч ему за опт скинул. Типа, чтобы не париться. Потому что там столько продавцов. Я просто в шоке. Там и по 100 эти продавали. И по 50. И по 10 штук. Я подал чисто по-бырому, чтобы не париться. Вот. Поэтому давай. Оп, оп, оп. Давай закинем его сюда. Посмотреть багажник. Сейчас ещё у него багажника стоили. Понял. И уйти нафиг. Там тысяч 10. Короче, Раптор. Кидаем маску тыква. Маска тыква. Стандартный зомби. Стандартный зомби. Стандартный зомби. Вот так вот сюда его. Старый зомби. Маска тыква. Вот. Маска тыква. Маска тыква тёмная. Старый. И тыква. Ну всё. Спасибо. Всё, тебе спасибо. Давай, удачи. Давай. Рестарт через 15 минут. Всё, пацаны. Быстро едем, сдаём всё. И быстро лутаем. Так, пацаны, мне только что написали, что купят мне маску зелёного вот этого деда за 1.8. 1.8. Охренеть. А, 3 са, 3 семёрки, 78. А, люди более как бы. Покупать сейчас будет масочку у меня за 1.8. Ну, в принципе, нормально так поднял чисто. Вот за сегодня. Как бы, X5 своего, можно сказать, поднял. Да. А если бы ещё вчера зашёл, позавчера, я бы ещё лутал. Сколько я бы мог заработать, я не представляю. Это 1.8. 1.8. Так, бабки пришли, 2.650. А пока масочка как бы. Оп. Всё. Масочка ушла, и всё, теперь у меня масок нет. Всё, я поставил. Всё, спасибо большое. Давай, удачи. Леденёв, тебе большой привет, если ты посмотришь этот ролик. Отмечайся в комментариях. Ну, а в принципе, давайте подведём итог этой серии. Сколько же я заработал на масках? На масках я заработал 2.650.000 рублей. Но, не забываем ещё про тыквы. А на тыквах я заработал ещё где-то примерно 800-900 тысяч. Если округлить, плюс-минус, я заработал 3.5 миллиона за 2 дня. Не за 2 дня, а за день. Да, офигеть. Конечно, да, можно было заработать и 4, и 5, если там раньше бы пришёл, либо продавал немного дороже. Но я продавал, чтобы чисто их забрали, и я потом не парился с продажей, потому что в Дискорде столько торгашей развелось с этими масками. Шо это капец. Окей, если раньше покупали обычную тыкву, там, по 20-30 тысяч, сейчас обычная тыква 100 плюс-минус, тыква тёмная плюс-минус 150-200, зелёная тыква полтора ляма, лям полтора. Типа старые зомби, которые я продавал по 50, а не зараз по 100, по 200 тысяч. Старые зомби синие, которые были по 300, по 200, сейчас 400-500. Зелёные зомби, я вообще даже, даже говорить не хочу, какие они. Короче, в Дискорде сейчас столько торговцев этими масками, что это просто капец. Я не знаю, чтобы окупиться им, им нужно будет очень сильно постараться. Я даже не знаю, кто у них будет покупать. Мне кажется, торговцу даже больше, чем покупатель на эти маски. Но дело их, посмотрим, что они смогут сделать. Ладно, ещё там зелёные, там, тыква, либо дед, они ещё можно как-то крутить. Но обычные маски, это, мне кажется, в течение недели-двух, месяца они в цене упадут. Обычные, я говорю, а те, может и нет. Ну а в принципе, пацаны, там всё, вот такой вот видос вышел. Пишите, как вам хэллоуинское обновление на CCD Planet GTA 5. Какие маски вы выбили? Сколько заработали? Можете писать в комментариях, будет очень интересно почитать. Не забывай подписываться на канал, ведь мы идём к цели 3,5 тысячам подписчикам к Новому году. Красная кнопка внизу, делай её серое, присоединяйся к моей братве. Нажимай лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про колокольчик, нажимай его, чтобы всегда смотреть мои ролики первым, никогда их не пропускать. А, ну у меня там ещё беседа в ВК, если можешь присоединиться, мы там все общаемся. Ну и с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, пацаны, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok